Ну что же, сейчас мы с вами рассмотрим инструмент кисть. Довольно-таки будет, думаю, интересный урок, поэтому давайте сразу приступим. Итак, первым делом выбираю кисть и давайте создадим новый файл 1000 на 1000 пикселей, как обычно. Здесь что давайте сделаем? Давайте здесь выберем заливку и все зальем каким-нибудь вот таким цветом. Вот. Так, цвет называется, давайте немножко потемнее сделаем, 02B0F1, кто не знает, вот он. Итак, заливаю таким цветом и теперь что я предлагаю? Давайте рассматривать кисть, но только будем ее рассматривать, рисуя картинку при помощи только одной кисти. Итак, первым делом давайте мы установим несколько кистей, потому что у меня, насколько вы уже успели заметить, давайте я их разберегу тут, разгребу, у меня их очень много, держу пари, что у вас их намного меньше, поэтому сразу же давайте я вам подарю свои кисти, которые я насобирал. В комплекте этого урока идет архивчик дополнительный, который называется кисти крар. Вот он, видим, этот архивчик. Так вот, вместе с этим уроком вы его скачиваете и извлекаете содержимое архива в какую-нибудь папочку. Извлечь в папку кисти выбираете, то есть там, где у вас будут находиться кисти, только чтобы вы знали, где эта папочка находится. Следующим фасоном что мы делаем? Щелкаем, можно здесь щелкнуть и здесь выбираем, вот следующий пункт, видим, стрелочка такая. Выбрали только кисти обязательно, то есть не стерку там, ну, не карандаши, ничего, выбрали кисти. Щелкаете вот на эту стрелочку и выбираете пункт загрузить кисти. И обратите внимание, вот мои кисточки, вот они, папочка кисти у меня. И здесь есть остальные папки, в каждой папке есть свой набор кистей. Видим, в одной папке, некоторых по одной папке, в других по несколько. Все эти наборы вы себе устанавливаете и получите сверху плюс 300 наборов кистей. Что это вообще за такие наборы? Давайте мы еще кое-что сделаем. В этом окошке опять нажмем на эту стрелочку и сделаем большие миниатюры. Ну и видим, что у нас появляются уже вот такие большие кисточки, просматривать их намного удобней. И если вы уже установили у себя все наборы моих кистей, то у вас уже появляются вот куча таких картиночек. У меня тут есть ангелы, капли воды, фонтаны разные, там, татушки и так далее. Итак, давайте с вами сейчас что-нибудь придумаем. Такое интересное, веселое и, ну не знаю даже что, если честно. В общем, давайте сначала просто попробуем нарисовать вот на этом синем фоне какие-нибудь облака. Выбираем инструмент кисть, выбираем просто кругляшок такой. И ставим размер, допустим, 120 пикселей. Вот так. И здесь просто ставим круг раз. А, стоп, белый цвет. Давайте я его просто поменяю так. И вот. Раз круглый. Два круглый. Ну и... Так, нет, стоп. Давайте сначала придумаем, что рисовать. Давайте нарисуем с вами солнышко. Первым делом сделаем тут зеленый лук, белые облачка. Итак, поехали. И... Опять же, да. Выбираем кисточку, выбираем такую вот кисть и сделаем ее, наверное, побольше немножко. Так. Ну, думаю, вы помните, что кисти можно еще делать при помощи буковки Х и твердый знак. Больше, меньше. То есть квадратные скобочки где. Итак, здесь выбираем цвет солнышка нашего. Давайте желтенький такой выберем. Опля. Так, а что это такое-то? Жесткость уменьшаю. И... Ставлю вот так вот. Итак, вот. Солнышко у нас, в принципе, уже такое появилось. Дальше что? Теперь давайте выберем обычную белую кисточку и будем пробовать рисовать какие-нибудь облака. Так, 120 пикселей. Как я уже и говорил. И здесь... Так. Поставим жесткость 100% и начинаем рисовать. Так и так. Теперь выберем кисточку, сделаем... Ну, давайте 80 поставим. И начинаем дорисовывать кучки наших облаков. Вот такое вот облако вышло. Ну и здесь тоже что-нибудь такое наподобие облачка появится. Ну, в принципе, думаю, нормально, пойдет. Итак, облака у нас есть. Осталось нарисовать луга и поляны. Тоже будем делать при помощи кисти. Опять же ставим... Только уже большую-большую кисть делаем. И выбираем цвет какой-нибудь... Зеленый-призеленый. Ну, вот такого плана цвет. Так, здесь один лук. И здесь сделаем цвет немножечко потемнее. Здесь будет второй идти. Вот, спереди как будто он. Итак, вот такая маленькая... Так, картиночка у нас получилась. Дальше. Что теперь? Теперь мы рассмотрим следующий пункт кисти. Итак, давайте мы откроем с вами инструменты... Ой, то есть окно. И здесь выберем пункт кисть. Появилась у нас кисть. Также, если у вас появился еще пункт набора кистей, то тоже его включаем. Там еще, если что-то другое, просто закрывать. Закрывать вы уже знаете как. Итак, вот наборы наших кистей идут. Здесь вы можете выбирать что угодно и как угодно. Видим. Кисти позволяют делать вот эти наборы. Их можно делать так, чтобы они рисовали сразу не по одной кисти, а в разброс. И поэтому сейчас у нас есть там такая кисть, которая называется трава. Давайте мы ее выберем, эту травку. Так, здесь, обратите внимание, в инструменте кисть, в панели пиктограмм, где надо выбирать кисточку. Выбираем кисточку вот здесь. Форма отпечатка, видим. И здесь у нас есть вот эти наборы кистей. Но так как тут слишком маленький вид, я лучше здесь выберу. Коней там делать не хочу, потому что начнет занимать много места. А здесь мы давайте найдем какую-нибудь травуленцию, что ли. Опля. Так, а это что такое? Так. Здесь теперь выбираем еще. Давайте поставим, наверное, поменьше все-таки. Пикселей 400 размер. Выставим. И цвет сделаем, допустим, беленький. Вот такой вот. И давайте попробуем поставить. Опля. Вот такой у нас тут цветок большой растет. Так, с терочкой давайте мы его, наверное, подотрем немножко. Только цвет выберем вот такой. Ну и саму стерку сделаем. После прошлого урока осталось. Вот такой. Ну, в принципе, видим, как смотрится. Следующий. Давайте мы все-таки сделаем нашу травку. Это я вам все собирался, да не показал как. Итак, за основу возьмем вот эту вот травиночку. Видим, что в наборе она вот так идет за вихрениями. Итак, в чем заключается здесь смысл? Здесь можно выбрать динамику формы. Что это значит? Первое. Колебание размера. Мы можем выбирать размеры колебания травы. От самых маленьких до самых больших. То есть, чем выше здесь проценты 100, тем будет больше соотношение между каждыми травинками. То есть, может быть, от самой маленькой до самой большой. Чем меньше вы выставляете размер, тем, ну, проценты колебаний размера, тем меньше соотношение этих размеров. То есть, тем травинки по размерам будут идти все ближе и ближе друг к другу. Итак, следующий. Минимальный диаметр. Обратите внимание. Чем больше будет данная величина, тем больше будет расхождение травинок между собой. То есть, объектов кистей между собой. И затем колебания угла тоже видим. Чем больше колебания угла, тем травинки сами начинают переворачиваться. То есть, различный угол у каждой модели появляется. Ну, колебания угла у нас поставим чуть-чуть, чтобы был эффект, будто они колышутся. То есть, чтобы не все одинаково было. И давайте поменяем, может, цвет на какой-нибудь беленький, что ли. Так, цвет беленький почему-то не ставится. А, это я стерку выберу, елки-моталки. Так, понятно. Так, выбираем теперь беленький. Ну, конечно, трава белая это бред, но мы же рисуем картинки просто обычные. Поэтому, думаю, ничего страшного не будет. Колебания угла в 3% и начинаем рисовать. Так, так, так. И теперь обратите внимание, давайте перейдем в форму отпечатка кисти. Здесь еще есть угол. То есть, он общий для всех. Так, у нас тут склон идет так, поэтому, думаю, трава тоже должна немножко нагибаться. Ну, думаю, смысл вам манипуляций с кистями понятен. Вот так. И вот таким макаром. Волосатый такой получился. Далее, тут тоже можно это все проделать. Давайте мы это сделаем. Нагнем немножко травку нашу. И еще один выберем. Вот этот вот. И здесь ее уже посадим хорошенько так. Так, наверное, надо выставить везде одинаково. Итак, выставляем размер один в один, пускай идет. Чтоб она везде одинаковая была. Вот. В принципе, вот такая вот у нас получается незначительная картинка. Ну и плюс, обратите внимание, здесь в этих наборах есть свои, допустим, капля воды. Давайте мы попробуем ее разместить, видим. Вы можете сделать каплю воды на синей поверхности. Получается, будто у вас будет какой-нибудь пруд. То есть, будет смотреться, естественно, ну, конечно, с этими моими, как бы, лугами, полями. Тут на воду ничего не похоже. Но когда вы сделаете просто синюю поверхность и сделаете воду, вот такую каплю разместите, будет казаться, что у вас реально какая-то вот водяная поверхность идет. Как вы, думаю, уже поняли, что с кистями можно работать очень широко. То есть, у них диапазон работ на самом деле необъемный. Их очень широко используют, где только вообще можно. Так, давайте еще найдем кисти всякие. То есть, их используют, допустим, для рисования каких-нибудь абстракций, для набивания татух. На фотошопе видим татушка такая. Ее можно спокойно разместить у кого-нибудь, допустим, на шее или на пузе. То есть, татушку эту можно ворочать, как вам вздумается. И можно спокойно где-нибудь у кого-нибудь ее набить. То есть, на фотошопе можете у себя на фотке попробовать сделать какую-нибудь татуировку. То же самое здесь вот ангелочки есть. Давайте, кстати, одного поместим. На небо. И сделаем его таким розовеньким, что ли. О! Оп-оп! С голым жопом. Как говорит мой Матвей, он все время говорит с голым жопом. Мама, посмотри, я лажу с голым жопом. Вот. В принципе, думаю, эффект от инструмента кисть вам понятен. Также мы еще потом тоже коснемся инструмента кисти, когда будем работать с контурами. Ну, а вам, домашка, нарисуйте что-нибудь, ну, не такое, как я, а что-нибудь от себя. Набор кистей у вас, благо, это позволяет. Здесь есть и чертики, и скорпионы, сердечки, фонтанчики. Кстати, давайте попробуем еще что-нибудь замудрить сердечками. Я еще не показал вам в кисти еще одну интересную штуку, которая называется «Динамика цвета». Вообще, еще есть здесь текстура, ну, в принципе, ничего интересного не дает. Вместо обычной заливки используется какая-нибудь текстура и двойная кисть. То есть, кисть налаживается на кисть, и получается вместо обычной кисти какая-то ерунда. Ну, в принципе, думаю, что люди, знающие, используют, которые занимаются профессиональным дизайном. То есть, на фотографиях работают, они ее используют в свое удовольствие. И еще пункт, который интересен здесь, это пункт «Динамика цвета». Так, что это за такой пункт вообще? Так, давайте сначала мы... Вот, кстати, еще здесь интервальчики идут. Здесь вы можете указать густоту, так сказать, наполнения. И выберем какие-нибудь, давайте, листики, что ли. Так-с, 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 так-с. Вот. Или не листики, а там были пушинки у нас. Вот. Только сделаем их не такими большими, а... ...по... ...по 10 пикселей. Так, Ctrl-Z. Даже по 100 пикселей давайте сделаем. Вот так. Потом динамика формы делаем. То есть, чтобы она у нас отличалась. Интервалы увеличиваем. Рассеивание делаем. И... Можно пробовать. Так, но, как я уже говорил, мы сейчас проверим динамику цвета. Именно будут у нас различные пушинки. Поставьте динамику цвета. И здесь, в этих трех ячейках, вы указываете колебание цветового тона, колебание насыщенности, колебание яркости указываете. И частоту можете колебания этих тоже указать. Так, я поставлю на нолик. И посмотрите, что у нас получается. Что Photoshop не просто делает какие-то различные снежинки, а он их делает еще и разного цвета. То есть, тоже довольно-таки прикольная штука получается. Ну, в принципе, на этом, думаю, уже все. Все, помучайте вот эту панельку формы отпечатки кистями. Потом еще, я еще раз повторяюсь, мы к этому вернемся, когда будем использовать контуры. Тоже довольно-таки интересный эффект получается вместе с кистями. На этом, в принципе, тогда все. До встречи.